И выходит не только на постсоветском пространстве, в Мерке, вот такая вот дрянная ситуация. Тереза Мэй, Англия официальная, после убийства тем самым радиоактивным веществом, российским, не скрываемым Россией, чтобы показать всему миру, смотрите, как мы с Англией обращаемся. А что же будет с вами? Англия отказалась принимать участие, брать участие в чемпионате мира в России по футболу, который, типа, как бы состоится. Из-за одного, даже не англичанина, а россиянина, который перешел работать на английский спецслужб, так как учел, что он переходит, как и полковник Куклинский в свое время, на сторону добра. От оси зла на сторону правды. И его за это завалили, замочили, чтобы другим и неповадно было, чтобы и другие все оставались по стороне темных сил, по стороне сатаны. Сатанократия в России режимной, системной. А в Украине выходит какая ситуация? Десятки, ну официально там 11 тысяч украинцев, наилучших людей нации, цвет, колор нации погибает на Донбассе, взрываются дома, мирные жители. А уряд Украины и власть так званая, типа украинская, которая прошла на крови Майдана, торгуют с Россией, чокаются с Путиным, похлопывают, приветствуются и тому подобно и так далее. Совместный многомиллиардный бизнес на крови, на войне Донбасса, на контрабанде товаров. А националисты молчат, но вытягивают червоно-чорные прапоры и говорят, что они украинские националисты. То какие они националисты, если они молчат о том, молчат, потому что они не имеют влияния, они думали, националисты украинские, что они будут иметь влияние. Достаточно разговоров о геройской вызвольной борьбе украинской повстанской армии, достаточно поднять стяги, прапоры украинские и прапоры украинского повстанческого руха. И все налогодыцы, все разбегутся по кущах. Как мы видим, этого не происходит. И одиночные погромчики, бурдики, банки, шманки, того и сего, это вообще никак не влияет на путинский режим. Наоборот, это влияет на путинский режим, естественно же, положительно, как бы этого не хотелось, украинским националистам. Потому что люди для путинского режима, для этой системы власти, бандитской, силовой и псевдолиберальной, тоже бандитской, Люди, это мусор, это фигня. И они могут этими людьми, как мы видим, малипулировать как угодно, подставлять под кого угодно, чтобы выбелить свою власть через путинские масс-медиа лживые, на которые ездят так называемые украинские националисты, как они себя там называют. Тем самым легитимизируя эти путинские нелегитимные медиа. Потому что после захвата Крыма, после захвата Донбасса, после войны, сама Россия в лице диктатора режима Путина приобретает статус нелегитимной в правовых нормах ООН, в мировых стандартах правовых нормах. Мы не говорим о старых временах, мы живем в новом времени. Естественно, Россия первым делом сравнивает с Югославией и с Косово. Что типа, вот какая правовая Америка, и там потом Европа забрала Косово, отделила там сама. Но в том-то и дело заключается, что Россия это использует, это Косово несчастное, как кидалово, как прокатит на лоха. Потому что там была война. А в Киеве в 2014 году не было никакой войны, а была воля изъявления ее граждан против бандитского режима Януковича. То есть, что Путин россиянам может продемонстрировать. На примере погромщиков в Украине. Что, смотрите, не поднимайте тут в России никакие восстания. Не надо тут ничего, кроме того, что уже есть. То есть, Путин для вас это спасение. Потому что придут, смотрите, в Украине, в Киеве, что творится. Они вас на-на-жи. Так что все ваши потуги, это не то, что не тщетное дело. Это еще и вражеское дело. И множество миллионов россиян, вместо того, чтобы бороться за свою идентичность христианскую, за правовую державу в России, выгонять бандюка Путина, они будут сидеть под столом и трымтиты. Ведь жаху и страху боятся украинских националистов. И тем самым Путлер будет и россиян использовать, и будет использовать свою тоталитарную власть. И свое право вот так вот бесчестить, занимать, кидать чужие территории. И так обращаться во всех уголках мира. Это дает ему карт-бланш. Такая тупая политика в Украине. Так называемых, которые хотели бы называться украинскими националистами. Но у них не выходит, а выходит, как завжди. И вот сидят украинцы на путинских пропагандовских каналах и с тупой ухмылкой ухмеляются, что, ну, россияне ведущие задают тему, что вот Россия уже построила Керченский мост. А украинцы говорят, что, да, стройте, стройте, он нам достанется. Хи-хи-ха-ха. То есть он нам на халяву достанется снова. Первое. Второе. Никто отвоевывать Крым, как мы видим с аналитиков. Аналитиков современности. Не просто какого-то постсоветского пространства. Мы слышим, видим, как они удокументированно, удокументированно говорят, что украинские власти просто уже перестали Крым упоминать ни в миротворческих миссиях, ни в еще каких-либо документах. Все, типа, а-ля-уля. Так кому он достанется, этот Керченский мост? Конечно, хорошо было бы, если бы руками Господа его снесло бы. Чтобы, наконец-то, Россия доперла в чьих руках вообще вся планета. В руках справедливости должна быть. Но и украинские националисты должны... Ну, какие националисты? Там едут не националисты, а... Раньше ездили еще так немножко националисты, хотя бы месяц назад что-то было. А сейчас один мотлах остался. Идиоты, которые поплюжат только информационное пространство и отбеливают, легитимизируют нелегитимные вот эти путлеровские передачи на Останкино. И они, типа, будут забирать Крым, да? Что он когда-то перейдет в руки Украины, что он останется украинским. Каким образом они собираются этот Крым забирать? И как они, вот эти пророссийско-украинские или украинско-пророссийские пропагандисты, которые тут в Украине дают обширные эфиры всякие, и что-то там толдычат. Каким образом они собираются отвоевывать Крым? Они могут только отвоевать Крым, нарисовать у себя у кровати эту карту, поставить рядом своих солдатиков пластмассовых и бздануть от жратья, от жрачки на бабки вот этих российских пропагандистов, которые им дают за эти эфиры. Заработал, пожрал, бзданул, и все солдатики у него под кроватью его же попадали. Борцы, еханной хреном матери. Высказывание Помпео... Это книга вообще, как бы, изначально. Ладно, я не читал. Подождите секундочку, здесь у нас... У нас пошло, кстати, продолжение 50 оттенков украинской политики. Да. Вот вам страшно, я сам себе увидел страну. Не страшно, я беспокоюсь. Но не за себя. За мое здоровье. Ну, да. Вы нам не задохнитесь только. Это на самом деле шутка, но 4 года назад были зеленые человечки. Вот я теперь, когда пришел к Помпео, буду первым черным украинским человечком. Вот в Останкиной на канале НТВ. Значит, теперь как-то заберите. А что черные человечки делают? А что черные человечки? Черные человечки то же самое. Зеленые человечки вообще обычно, они живут в бутылках. Если очень много бутылок выбивать их содержимое, то черные человечки, это вот прежде всего городские партизаны у нас в Киеве. То есть вы будете занят? Ну, информационно теперь... It is now clear that Mr. Skripal and his daughter were poisoned with a military-grade nerve agent of a type developed by Russia. This is part of a group of nerve agents known as Novichok. Based on the positive identification of this chemical agent by world-leading experts at the Defense Science and Technology Laboratory at Porton Down, our knowledge that Russia has previously produced this agent and would still be capable of doing so, Russia's record of conducting state-sponsored assassinations and our assessment that Russia views some defectors as legitimate targets for assassinations, the government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal.